Сегодня в Ташкенте прошло четвертое заседание Совета глав мусульманских религиозных управлений стран-членов организации тюркских государств. В ходе встречи особое внимание уделялось дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества между государственными членами, укреплению отношений между религиозными управлениями, а также широкой популяризации национальных и религиозных традиций Узбекистана. Также в рамках заседания Совета прошел и первый форум улемов тюркских государств. Внимание участников заседания акцентировалось на дальнейшем многовекторном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках организации тюркских государств, пропаганде многовековых национальных и духовных традиций, борьбе на основе идеи просвещения против невежества с экстремизмом и проявлениями радикализма. Сплоченность тюркоязычных государств олицетворяет собой священное единство, а наши общие истории и культуры являются опорами такой сплоченности. Диалог между мусульманскими религиозными управлениями, организацией тюркских государств поможет нам противостоять современным вызовам в глобальном мире, связанным с исламофобией и экстремизмом, к примеру. Думаю, что усилия в этом ключе очень важны в сохранении и дальнейшем развитии наших национальных и религиозных ценностей. Он признателен лидером всех стран, организаций тюркских государств. В частности, отдельную благодарность выражаю президенту республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Морзьёеву, за всестороннюю поддержку таких благих мероприятий. Как один из азербайджанцев и считающий Узбекистан своей второй родиной человек, всецело поддерживаю усилия, направленные на развитие исламского просвещения в Узбекистане и превращение его вновь в центр исламской цивилизации. И очень рад видеть, как воплощаются в жизнь эти инициативы. Практическим результатом саммита стал подписанный международный документ «Исламнин экстремизм гаммоносаббата» «Отношение ислама к экстремизму, очерняющий всякое насилие, беспощадность и пропагандирующий мир». По мнению участников диалога, такие мероприятия имеют важное значение в противостоянии вызовам, направленным на искажение чистоты ислама. В процессе всестороннего обсуждения данных вопросов высказаны мнения и предложения инициативы, которые будут в основе дальнейших практических действий, направленных на повышение эффективности деятельности в этом направлении. Также состоялся и первый форум улемов тюркских государств под названием «Матруди Тальмуатева Хозер Гизамон». Он отразил такие вопросы, как глубокое изучение научно-духовного наследия великого ученого имама Матруди и его последователей, значение работы по доведению до народа, особенно молодежи, истинных ценностей ислама, его идей, призывающих к науке, просвещению, миру, развитию и созиданию. «Земля Узбекистана подарила миру такого великого ученого, как имам Матруди. Отдельное внимание изучению его научного наследия, а также проведению исследований уделяется и в Турции, потому что в этом учении истинные знания ислама». Отмечалась эффективная работа, которая проводится в Узбекистане в плане всестороннего изучения бесценного научного наследия наших великих предков, что свидетельствует о большом внимании уделяемом сфере в последние годы.